В России полно отличных сервисов, о которых люди во многих странах даже не мечтают. Но вот парадокс. Все эти сервисы, которые призваны упрощать вам жизнь и которые реально это делают, обладают сильным побочным действием. Например, вы можете, не выходя из дома, оформить на госуслугах нужную справку. И даже я могу, не выходя из дома. Справку, за которой в другой стране вам пришлось бы ехать в паспортный стол, еще и отпросившись перед этим с работы, ведь в выходные или по вечерам стол работать не будет. А у нас даже из дома выходить не надо. Удобно? Еще как. С помощью онлайн-банкинга вы можете управлять своими финансами прямо из мобильного телефона. Не нужно звонить и висеть на линии, чтобы разблокировать счет. Все можно сделать онлайн. И это тоже доступно далеко не везде. Как и универсальное приложение Яндекса, в котором можно и музыку послушать, и такси вызвать, и доставку продуктов заказать. Но вот обратная страна медали. Тот же Яндекс сообщит силовикам про ваше перемещение на такси. Сбер или Тиньков расскажут про ваши переводы и заблокируют вам все счета по первому же требованию властей. Через госуслуги военкоматы рассылают повестки в армию. Наша страна очень богата на талантливых людей, которые создают классные и ценные продукты, делающие нашу жизнь проще и приятнее. А потом приходит государство и пытается использовать эти продукты в своих далеких от интересов граждан цели. Сегодня поговорим о том, как так получилось. Как так вышло, что в России возникла такая сильная IT-отрасль, которая в какой-то момент свернул не туда. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что в России очень сильная IT-школа. В любой корпорации Кремниевой долины, будь то Фейсбук, Гугл или Эппл, есть наши соотечественники, получившие образование и первый опыт работы на родине. Российские программисты побеждают на международных конкурсах и хакатонах. Созданные ими продукты используют во всем мире, как, например, язык программирования Котлин. Его разрабатывал петербуржес Андрей Бреслов. Можно сказать, что появившиеся в нулевые десятые годы сервисы – это, по сути, отложенный результат Холодной войны. Ведь для поддержания ядерного паритета США, как и для создания новых видов оружия, Советскому Союзу требовались физики, математики, инженеры. И как можно больше. Вузы буквально поставили выпуск молодых специалистов на конвейер. А для их трудоустройства появилось бесчетное количество разнообразных НИИ, конструкторских бюро и вычислительных центров. Все это заложило базу, на которой позже вырастет российская IT. В СССР IT бума не наблюдалось по понятным причинам. Тотальный контроль государства над обществом, полное отсутствие инфраструктуры. Технарей было сколько угодно, а вот компьютеров не хватало, ведь страна много десятилетий была в изоляции. Только на рубеже 80-х и 90-х годов барьеры ослабли, и рынок начал тут же заполняться. Причем с космической скоростью. Ввоз техники на пустой советский рынок стал самым быстрым способом заработать. Именно так сделал свои первые деньги Михаил Ходорковский. И даже МММ Сергея Мавроди началась не как финансовая пирамида, а как вполне респектабельная кампания по импорту компьютеров. И вот СССР распался, и начался рассвет российской IT-индустрии. Окончательно рухнул железный занавес. В страну начали приходить мировые гиганты, типа Microsoft и IBM. Тысячи сотрудников советских вычислительных центров остались без средств к существованию. Ведь гиперинфляция превратила зарплаты госучреждений в копейки. Эти сотрудники отправились искать новые способы заработка. И как грибы после дождя стали появляться компании, зарабатывающие коммерческой разработкой софта. В такие компании иногда преобразовывались целые НИИ. Например, на базе проектного института Госкомстата возникла известная корпорация 1С. Полистайте вакансии продавцов или бухгалтеров. Везде в России и в странах СНГ с вас будут требовать знания 1С. Другой пример — антивирус «Доктор Веб». Его создал Игорь Данилов, работавший раньше на оборонном НИИ в Ленинграде. Из чистого энтузиазма он занимался созданием антивирусных программ, чтобы защитить от кибератак родной институт. И когда СССР распался, Данилов превратил свое детище в коммерческий продукт. Евгений Касперский в конце советского периода тоже работал в баронном институте. Он занимался криптографией, по сути, шифрованием данных. Позже на основе своих наработок он запустил знаменитый антивирус Касперского. Первый сайт Рунета назывался 1994.ru. В этом году был зарегистрирован RU-домен. Сайт представлял из себя просто каталог со ссылками на имевшиеся в русскоязычном сегменте сети ресурсы. И он доступен до сих пор. Уже через два года появился первый полноценный отечественный поисковик – Рамблер. Его сделали сотрудники Микробиологического института Академии наук из города Пущино. Для них это была изначально узкопрофессиональная задача – сделать сетевой ресурс для поиска по базе научных статей. Рамблер быстро разросся до целого медиапортала. Кроме поисковика, у него появился свой почтовый сервис, сервис картографии, погоды и многие другие. Позже возник и новостной сайт. Для этого Рамблер купил молодой ресурс Лента.ру. Тогда Рамблер был однозначным лидером Рунета. Но потом между его основателями произошел конфликт. Команда сменилась, и ресурс начал уступать конкурентам. Прежде всего, Яндексу. Сейчас поговорим о создании Яндекса и ВКонтакте. Это ресурсы, которые с российского рынка не смогли вытеснить даже Google или Facebook. Такие они были крутые. Но сперва реклама. Вы когда-нибудь слышали про правила пива и подгузников? Сочетание может показаться странным, но именно эти продукты часто покупают вместе. Знаем мы это благодаря анализу более чем миллиона чеков, которые провели как раз, чтобы обнаружить подобные закономерности и использовать их в маркетинге. Такие методы используются и в науке, и в бизнесе, и в образовании. Подобным поиском неочевидных закономерностей занимается аналитик данных. Сейчас это крайне востребованная профессия. Данных стало больше, и используются они теперь уже не в узких нишах, а вообще везде. И вы можете освоить эту профессию на курсе аналитик данных от Академии Эдисон. Эдисон уже 10 лет в образовании, в том числе в корпоративном. Академия обучала сотрудников Сбербанка, РЖД, МТС, ВТБ и других компаний. В Академии понимают, какие навыки действительно важны работодателям. Поэтому в их курсах нет воды. Обучение на аналитика данных займет всего 6 месяцев. При этом достаточно уделять курсу лишь 1 час в день. Торопиться некуда, доступ к курсу останется навсегда. Плюсом вы получите вечный доступ ко всем обновлениям, что особенно актуально для IT-профессии, где все может очень быстро меняться. В курсе много практики. Научитесь решать реальные задачи аналитиков, и соберете портфолио из 32 кейсов. Чтобы создать этот курс, Эдюсон изучили более 10 тысяч вакансий, поговорили с экспертами индустрии, опросили действующих аналитиков. Вам не просто расскажут все о профессии, но и научат искать работу, составлять резюме, оформлять портфолио и проходить собеседование. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-коды и оставляйте заявку на курс аналитик данных. По промокоду КАЦ у вас будет скидка при оплате курса, а также личная консультация с директором по аналитике «Работа.ру в подарок». Продолжим. В конце 80-х один из основателей Яндекса Аркадий Волош был аспирантом Московского института нефти и газа. Тогда он основал фирму КомпТек, которая занималась импортом компьютеров и другой техники. Также вместе со своим другом Ильей Сигаловичем он работал над созданием поисковой системы. Вскоре это направление стало основным. Главной фишкой их технологии стал поисковой движок, учитывающий морфологию русского языка. То есть именно благодаря ним вы можете сделать запрос на естественном языке в любой форме и любом падеже, чтобы получить желаемый результат. Эту технологию они назвали «Еще один индексатор» или «Yet another indexer». Сокращенно Яндекс. Поисковая система была презентована публике в сентябре 1997 года. Тогда в Рунете царил Рамблер и конкурировать с ним было ой как непросто. Волош и Сигалович сделали ставку на контекстную рекламу, которая выдавала результаты, исходя из запроса пользователя. И не прогадали, это стало основной бизнес-моделью компаний. В 2000 году Яндекс выделился из состава КомпТек и стал главным детищем своих основателей. Через год портал обогнал Рамблер и с тех пор остается лидером Рунета. Союз Воложа и Сигаловича помогал Яндексу развиваться невероятными темпами. Волош успешный менеджер и бизнесмен. Он находил инвесторов, открывал для компаний новые рынки. Сигалович талантливый инженер. Он добавлял в продукты компании все более сложные технические фичи, помогавшие выделяться на фоне отстающих конкурентов. Так складывалась привычная и знакомая нам экосистема Яндекса. К концу нулевых Яндекс был уже не просто крупнейшим поисковиком России, но одним из крупнейших в мире. В 11-м году компания вышла на IPO и продала акции больше, чем на миллиард долларов. Это было второе крупнейшее IPO интернет-компании после выхода на биржу Гугла. А ровно год спустя, в мае 12-го года, люди, проходившие мимо дома Зингера на Невском проспекте, заметили парящие пятитысячные купюры, которые кто-то выбрасывал из окна. Собралась толпа, началась даже давка и даже драка за падающие с неба деньги. Люди разбивали друг другу носы и залезали на столбы и светофоры. Эту акцию устроил Павел Дуров, молодой и тогда эксцентричный бизнесмен, основатель самой успешной российской соцсети ВКонтакте. История ВКонтакте началась в 2006-м году. Дуров тогда учился на филфаке СПБГУ. Еще в студенчестве он создавал сайты и форумы для общения однокурсников, а после знакомства с Facebook, который тогда вовсю набирал обороты в Соединенных Штатах, Дурову пришла идея сделать более универсальную соцсеть. И результат оказался фантастическим. Через год после запуска ВКонтакте он стал третьим по популярности сайтом в Рунете. Число пользователей соцсети измерялось десятками миллионов человек. А вчерашний студент превратился в долларового миллионера. Конец нулевых и начало десятых это золотой век Рунета. Когда у мировых гигантов Google и Facebook дошли руки всерьез заняться российским рынком, они вдруг обнаружили на этом рынке конкурентов. Успешные локальные компании, которые уже невозможно вытеснить. Ни в одной другой стране мира, кроме разве что Китая с его великим фаерволом, нет своего Яндекса и своего ВКонтакте, ресурсов, которые на равных сражались бы с китами из Кремниевой долины. И что очень важно, возникали и развивались эти ресурсы без какой бы то ни было помощи государства. Властям долгие годы не было до них никакого дела, ни до них, ни до какого-то там интернета. Поэтому и Рунету, и российской IT-отрасли в целом удавалось избегать пристального внимания госорганов. Когда уже были прибраны к ногтю телеканалы, из традиционных СМИ остались в живых лишь несколько заповедников свободы слова, типа Эхо Москвы, Дождя до Новой Газеты. И в это время в интернете никаких ограничений. Не было заблокированных сайтов, не было пакета Яровой. Про Роскомнадзор слышали только специалисты по госуправлению, а VPN был термином из профессионального жаргона сисадминов. Ленты.ру и другие интернет-издания свободно освещали любые события, не оглядываясь на методички администрации президента. На площадках типа ЖЖ шли дискуссии политиков и журналистов. В соцсетях, прежде всего во Вконтакте, координировали свои действия организаторы и участники оппозиционных акций. Путинским элитам интернет не был интересен. Ведь в коммерческом плане дележ нефтяных компаний и банковских групп представлялся занятием более выгодным. А в плане политическом интернет казался площадкой для гиков. Дескать, важным людям в строгих костюмах тратить на него время не пристало. Поэтому пускай резвятся. Но в 11-12 годах случилась рокировочка и в президентское кресло вернулся Путин. Причем вернулся на фоне протестов на Болотные Сахарова. Этот период важный водораздел нашей новейшей истории. На примере Рунета он тоже отлично виден. Ведь именно тогда интернет перестал выглядеть развлечением и стал серьезным инструментом, влияющим на настроение людей и на общественную повестку. Первым серьезным звоночком можно назвать требование ФСБ Павлу Дурову удалить из ВКонтакте несколько оппозиционных групп. Это случилось в декабре 11-го года, как раз в самый разгар протестов. Дуров удалять группы отказался и ответил СЛВК картинкой с собакой. А повлиять на решение владельца соцсети у ФСБшников запрещалка тогда еще не доросла. Поэтому стали запрещалку отращивать. В следующие годы государство занялось безудержным нормотворчеством, ограничивающим свободу слова в интернете. Летом 12-го года появился реестр запрещенных сайтов, и Роскомнадзор получил право блокировать неугодные страницы по решению суда. Год спустя приняли антипиратский закон, упростив процесс блокировки. В 2016-м вышел известный пакет Яровой, который ввел уголовку за комментарии в соцсетях и дал силовикам очень широкие полномочия по слежке за пользователей. Закон обязывал иностранные порталы хоронить персональные данные пользователей на территории России, а тем, кто отказывался это делать, грозили блокировкой. Цензура в сети достигла пика после начала войны с Украиной. В России стали сажать за антивоенные призывы и правдивые рассказы о происходящем. Были заблокированы Твиттер, Фейсбук и Инстаграм. Одним закручиванием гаек государство не обошлось. Оно забрало под свой контроль все крупнейшие площадки Рунета. В 2014 году Дуров продал свою долю в ВКонтакте, после чего уехал из России. Сегодня некогда самой свободной соцсетью руководит сын Сергей Кириенко, человек, отвечающего за внутреннюю политику в администрации президента. В том же 2014 году из России уехал и Аркадий Волош. Годом ранее скончался Илья Сигалович. Яндекс стал сотрудничать с государством, цензурировать выдачу материалов в Яндекс.Новостях, удалять неугодные песни из Яндекс.Музыки, делиться с силовиками истории поездок в Яндекс.Такси и так далее. В прошлом году советником по корпоративному развитию в Яндексе стал бывший министр финансов Алексей Кудрин. Российское государство и само пыталось создавать какие-то IT-сервисы, но все блинчики вышли комом и превратились в посмешище. Например, сервисы Рутюб, который в какой-то момент даже технически превосходил Ютуб и вполне мог захватить российский рынок, так же как ВКонтакте или Яндекс. Но он своевременно попал в руки Газпрома. В поисковик Спутник вбухали миллиарды бюджетных рублей и создали портал, который на пике популярности посещали аж 11 тысяч человек в месяц. Примерно как этот ролик посмотрят за первые две минуты его выхода. Однако, даже несмотря на все ограничения, отрасль информационных технологий в России пока что жива. Пандемия коронавируса дала огромный импульс маркетплейсам и сервисам доставки. В прошлом году наша страна стала лидером по росту электронной торговли. В ее основе лежит именно IT-продукт и крупные игроки Озон, Вайлдберрис и Авито, ну и другие вкладывают в развитие миллиарды долларов, конкурируя между собой и соперничая с обычными розничными магазинами. Российский мобильный банкинг пожалуй стал лучшим в мире. Как-то незаметно мы прошли путь от мема где карту открывали туда и идите к уж которые все и забыли до ситуации когда любой финансовый вопрос можно решить не выходя из дома и находясь в любой точке планеты. Все это тоже результат конкуренции. В конце нулевых предприниматель Олег Тиньков открыл первый полностью цифровой банк названный его именем и предложил совершенно новый уровень сервиса. В итоге все остальные даже неповоротливые государственные гиганты были вынуждены подтягиваться чтобы не потерять клиентов. Олег Тиньков уехал из России в 2022 году и вынужден был продать свой банк после жестких антивоенных высказываний. Другой вынужденный иммигрант Павел Дуров после отъезда создал новый продукт Телеграмм который вошел в число самых популярных мессенджеров в мире. Телеграмм особенно полюбили политические активисты что вызывает недовольство у самых разных автократических и тоталитарных режимов. Мессенджер блокировали и в Китае и в Иране и в Афганистане в России тоже пытались правда безуспешно. Война Роскомнадзора против Телеграмма продолжалась больше двух лет. Ее жертвами в разное время становились то сайты по продаже ОСАГО то веб-ресурсы МГУ и Высшая школа экономики но сам Телеграмм работал так же как и прежде. В его защиту даже прошел митинг в Москве. Это было в апреле 18-го года на проспекте Сахарова. Тогда собралось 12 тысяч человек а со сцены выступал Алексей Навальный. Я конечно тоже на него ходил. У нашей страны есть огромная ценность. Не нефть не бескрайние просторы а люди. Талантливые и образованные люди. То конкурентное преимущество с помощью которого Россия могла бы найти свое место под солнцем стать богаче и благополучнее. Россия могла бы стать одним из мировых IT-центров. Это вполне реальная для нас перспектива. И история российского IT показывает, что все, что требуется от государства для этого просто не мешать. Можно помогать, конечно. Давать налоговые льготы, образовательные кредиты, организовать визы для стартаперов и так далее. Но даже если просто не мешать, эффект уже будет поразительным. Пока менты пытаются наскрести в каждом репосте состав для дела и собственного повышения, они убивают российское IT. Пока ФСБшники видят в приложении такси способ узнать, где живет оппозиционный политик, чтобы нагрянуть к нему с обыском или подкинуть наркотики журналисту, они убивают IT. Если пропагандист превращает агрегатор новостей в рупор пропаганды, то же самое. Хватит использовать технологии в политических целях. Тогда эти технологии будут развиваться совершенно естественным путем. И нужны будут ни миллиарды бюджетных денег, ни Сколкова, ни мертворожденные поисковики. Сами по себе будут возникать новые Яндексы и ВКонтакте, новые дуровые Сигаловичи. Они будут не только создавать новые продукты, меняющие жизнь людей во всем мире к лучшему, но и банально даже платить налоги, создавать рабочие места. У российской IT-индустрии огромный потенциал. При нынешней власти он остается и останется неиспользован. Российские айтишники могли бы составить конкуренцию гигантам из Кремниевой долины. Могли бы питать российскую экономику. И это все еще возможно, но не при путинской власти. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Катца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Сюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте максимкатц.ком Максима Катца.